МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завод торфяного машинобудования «Большовик» открыл новый цех. Безбарьерная сяродзе у кожный двор. У Гомеля по улице Советская, 97 усталевали пандус для людей с инвалидностью. Доброе сердце БРСМ. Громадский рух, который помогал пожилым людям, пошла с первой хвали коронавирусу, обновляет свою работу во всех регионах краины. А сейчас об этом иншим больше подробно. Акционерное товариство «РАТО» назначило свой юбилей. Продприемство открылось в 1970-м году и было первым белорусским заводом «РАДОЮ машинобудования». На РАТО неактивно занимались перспективным на той час накерунком, выпуском автоматизованных працонных мест на базе миниэлектронных вылечальных машин. В уголе завод выраблял складанную навыкоюмистую продукцию и працавал выключенно на оборонный комплекс Советского Союза. В 1998-м году на базе уже навыково-вытворчего объединения была створена свободная экономичная зона «Гомеля РАТОН». В 2009-м НВА переутворили у открытое акционерное товариство. Сегодня «РАТОН» – шмат-профильное предприемство, максимальности якого дозволяют забеспечивать высокую якость продукции при минимальных терминах выработки. Основный ассортимент – электротехническое обсталявание. Сегодня предприятие работает довольно-таки успешно. Есть хорошие результаты работы. По этому году у нас выполнены все доведенные социально-экономические показатели. Предприятие очень хорошо развита, номенкатура продукции, которую мы за последние два года значительно расширили. Хорошо поработали над ценообразованием. Поэтому есть хорошие шансы и увеличить тот объем производства, который мы сегодня имеем. И, конечно же, выручку от реализации продукции. Новые виды продукции мог шимать повелешивать объемы вытворчастей и поширать экспортную географию. После реконструкции открыли цех номер два завода торфяного машинобудования «Большавик». Дякуши модернизации, предприемство начинает выпускать на рынок паувагоны в узкой колеины новой модификации. На открытие цеха, а так само поменьшовать предприемство с 90 годем, приехал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Будовнейший проект, коштом полтора миллиона рублей, финансовало Министерство энергетики. Окупить его можно за четыре с половой годы. По колью в ГОЦЕХ будет выпускать 12 вагонов. Это минимальный заказ. Но при необходимости можно и больше. Все будет залежать от попыток. Сейчас такие вагоны выпускает только Амкадор. И в першину их вытворчность наладили в системе державного объединения «БелПалгаз», в которую выходит завод «Большавик». У торфяної промисловості Беларуси використовывается амаль полторы тысячи вагонов. Большость уже самортизована. Дякуючи новому цеху, рухомый состав будет обновляться. Для предприятия это не только новый вид продукции, но это и новая добавленная стоимость. Это увеличение выручки, а соответственно и рост заработной платы. Это плюс и в целом по району, так как это прибавка будет в району не только в части выручки, но это и поступление налоговых платежей в бюджет. Что году в Беларуси здобывают коля 2 млн тонн торфу. С этого объема вырабляется коля 1 млн 200 тыс. тонн торфяной продукции. 20% – единый экспорт. Остатнюю застается в Украине и дозволяя замешать коля 450 млн кубометров импортуемого природного газа. Торфяная промышленность – это достояние Республики Беларусь. Мы занимаем четвертое место в мире по добыче торфа. Занимаем первое место в мире по производству торфабрикетов. Это наше национальное достояние. И поэтому торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут быть дрова, это могут быть торфабрикеты, электроэнергия или природный или жиженый газ. Открытие цеха – это первый этап модернизации. На Чарзе – иншие цехи. Там плануют обновить станки, как не только повысить якость традицины выпускаемых товаров, а и выраблять новые. Зараз торфяная продукция поставляется в больших 20 краин. Объемы поставок у опошних годов росли. Все лето процесс замородила пандемия. Ситуация по кругу выправляется, и кировництво сподяется на повышение экспортной, складающей своей продукции. Да и на новый цех – великое сподевание. Не просто большие, а громаднейшие. Мы сегодня, согласно стратегии развития Министерства энергетики, торгового предприятия, уже на следующий год у нас прогноз – минимум 12 вагонов. Мы можем делать ежегодно и 15 вагонов. Срок окупаемости при условии выпуска 36 вагонов составит порядка 4,5 лет. Все лето завершается реализация деж-программы энергосбережения. Среди ключевых разделов – развитие одновляльных крыльц энергии и переход на мясовое виды палева. Дровы, паленую дранку, пелеты и торф. Ресурсная база опошних в Беларуси – свыше 2,5 миллиарда тонн. Марина Северьянова, телерадио компания «Гомель», Гомельский район. Система охоты здоровья Гомельшины подрыхтована до другой хвали коронавируса. Проверено необходное обсталявание, створены достатковый запас сродка обороны для медицинского персонала. Про это поведомили уголовное управление охоты здоровья Гомельского облвыконкам. С первой хвали пандемии наши медики справились годно, не глядяши на то, что захворование было абсолютно новым и невядомым. За этот час Министерство охоты здоровья выпрацевало клиничные протоколы и алгоритмы работы с хворыми на COVID-19. После окончания первой волны коронавирусной инфекции в Гомельской области система здравоохранения получила время на передышку. Благодаря этому времени мы устранили те недостатки, которые были в системе здравоохранения. Коечного фонда достаточно. Мы своевременно при необходимости перераспределяем коечный фонд, перепрофилируем для того, чтобы своевременно оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И всегда у нас имеется запас необходимого коечного фонда. В дополнительной системе здравоохранения подготовлен запас средств индивидуальной защиты. По номинованиям от полтора до трех месяцев подготовлен запас лекарственных средств, которые созданы в системе здравоохранения в Гомельской области не менее двухмесячного запаса. Дополнительно прошла учеба медицинских работников, которые участвовали в оказании медицинской помощи пациентов. Ложковый фонд у стационара Гомельской области складает практически 14,5 тысяч месяцев. При этом при первой хвале была заденечена только четверть. В регионе маль полтысячи аппаратов штучной вентиляции легких и свыше 1700 кислородных кропок. В опыт работы с хворыми на коронавирус мают 60% урачов и 86% среднего медицинского персонала. Зараз специалисты закликают людей не гублять пильность, бирахшись обеи, радей наведывать массовые мероприемства. Обовязково заховывать социальное дистанцирование, корыстаться масками и дезинфицирующими сродками. Гэтой меры дозволят позбегнуть резкого повышения нагрузки на медустановы. Профессия быть наставником. Марина Капцевич из Гомеля стала финалистом республиканского конкурса «Настауник года». В заключенном этапе она перемогла в номинации «Химия-биология». Основные принципы в работе молодой наставницы – креативное мыслення и ровный подход до каждого со своих вушнях. На одном из уроков побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. На ее уроках не бывает сумна и в тот же час за все депанует идеальная дисциплина. Марина Капцевич – наставник, как принято сказать, у народа – от Бога. С каждым со своих вушнях она имкнется быть на ровных и наладить индивидуальный контакт, что становчим чином отбивается на вучобе. При этом важно до своей справы подходить креативно. Необходно за все ды приносить нечто новое, а одока ценный процесс. И таким чином робить его больше цикавым и, главное, эффективным. Стараемся, конечно, прикладывать максимум усилий для того, чтобы как-то активизировать мыслительную деятельность учащихся, заинтересовать их предметом. И, наверное, такое основное, что способствовать таки привить любовь к биологии – это исследовательские проекты. В нашей школе есть конференция на пути к успеху, которая позволяет детям реализоваться. Конечно, учителя, скажем так, стоят во главе этого всего мероприятия, но, тем не менее, это позволяет ребенку учиться выступать, искать выходы из ситуации. И учитель и ученик в данном эксперименте, который проводится при биологическом, они находятся на одной ступеньке в состоянии поиска. Это очень важно. Для Марины Копцевич выбор профессии не был складанным. С будущей сферой деятельности отрималась вызначиться еще в детинстве. Марина Копцевич – представница педагогичной династии. «Поспособствовали и учителя-предметники, которые были в моей школе, и, наверное, сама специфика предметов, в первую очередь биологии, конечно же, это эксперименты, это какие-то творческие научно-исследовательские работы, которые мы проходили и делали в школе, когда я была ученицей, потом в университете это все плавно переросло. Ну, это позволило как-то мне, наверное, реализоваться в этой профессии». Марина Копцевич – сушастный наставник метана Кированы, отказный и творший. И она упоевнена, как заставаться за потребованным профессией, необходимо постоянно самодосконаливаться. Ненавито такие приоритеты в работе и допомогли добро проявить себе подчас конкурсу «Наставник года». «Подготовка была очень серьезная, конечно, особенно это касается областного, особенно республиканского этапа. Слова благодарности однозначной администрации школы, коллегам, которые поддерживали, ну и, конечно, Гомельский институт развития образования нас всячески тренировал. Мы проводили открытые уроки в разных школах, проводили мастер-классы на разных аудиториях, и в университете, и с курсантами ГУРО. И, в общем, всячески нас готовили к этому сложному мероприятию». За перемогу в республиканском этапе конкурсу «Наставник года» змогалися 56 педагогов из всей краины. В суперфинал вышли 8 человек, уликой которых была и Марина Копцевич. По выниках конкурса она стала лепшей в номинации «Химия-биология». Такое досягнение подкресливает вельми высокий узровень педагогичного майстерства, не глядяши на тое, что у профессии Марина Копцевич меньше за 10 годов. «Марина Викторовна – это поистине бриллиант в нашей школе. Это такой творческий, активный, инициативный педагог. 8 лет назад, когда она пришла в нашу школу, она уже тогда имела высокие результаты. На конкурсе молодых специалистов «Своей профессией горжусь» она уже была победителем, и это на первом году своей работы. Поэтому ее результат высокий через 8 лет – это вполне ожидаемо, вполне предсказуемо. За эти годы она бесспорно выросла. Это педагог с большой буквы». От коллег повага, а двушню подяка и удячность. Дорогие, благодаря стараниям Марины Копцевич, для многих знаученцев 8-й школы химия и биология стали любимыми предметами. Ее уроки были самые интересные. Это мой самый любимый, можно так сказать, учитель. И несмотря на то, что она очень хороший учитель, самое главное, что она очень хороший человек, искренний и добрый. И это даже может быть самое главное в профессии учителя. Быть не самым лучшим педагогом, а найти подход к детям и уметь с ними поговорить, что-то обсудить. И это самое главное. Да, именно она натолкнула меня на то, чтобы мою будущую профессию связать с такими предметами, как и химия, и биология. И в будущем я хочу стать врачом. После знакомства с Мариной Копцевич выразно разумеет, что и она уобрала у себя якости властивой и соправданному педагогу. Отданность профессии, креативное мысление, любовь до своих вушнев и колоссальную працевитость. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». С просьбой про будовництво новой школы в микрорайоне «Хутор» гомельшане звертались до старшини Аблвыконкама Геннадия Соловья подчас промой телефонной линии яше у 2019-м годе. Гэтый социальный объект тут саправды життёва необходный. Пакуль на великий район новобудовляв только одна школа, якуя наведывая значна больше детей, чым продугледжена проектам. По факту сегодня 15-я школа у нас работает с превышением проектной мощности на 100 с лишним процентов, на 136, если быть абсолютно точным. И при том, почему именно выбор пал на 96-й микрорайон, что сегодня обучающиеся 15-й школы располагаются в двух зданиях. То есть здание школы не вмещает всех ребят первых классов. Передпроектную документацию выканал институт «Гомель» проект. На ее основе затвердили кошт новой школы. У лютым гэтага года задание на распроцовку проекта отрымал институт «Гипражумаш». Зараз проект проходит державную экспертизу, после чего почнется будовництво. Мады самые великие проблемы были связаны с геологией территории, где будет узводиться школа. Устарожитные часы на этом месте было с початку озера, а потом болото. Теперь об этом переде нагадывают залежи торфу. Невеликие, але все-таки складанности архитекторам и они створают. Так спортивный комплекс придется будовать на сваях, которые пройдут практически 10-метровый слой торфу до твердой основы. Если сказать об самой школе, то она будет самой великой в «Гомеле». Площа будинка складе коля 25 тысяч квадратных метров. Школа состоит из четырех блоков. Первый блок – это административная часть. Второй блок – это классы начальные, первые, четвертые. Третий блок – это уже старшие классы, пятые, одиннадцатые. И четвертый блок – это там расположенный пищеблок, спортивные залы, тренажерный зал и бассейн. Бассейн у Дарыша в школе будет два – для навучения плаванию и для проведения спортивных споборностей. А прочее того, в проекте футбольный стадион со штучным покрытием. Пляцовки для гульни в баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. В самим будинку навыд предугледжены специальные зоны для зарядки сотовых телефонов. И что совсем немаловажно, в школе смогут учиться дети с обмежованными физическими махчимостями. По заданию на проектирование у нас предусмотрено обучение 37 инвалидов-колясочников. Для них предусмотрена вся инфраструктура. Это доступность входов, в каждом блоке предусмотрен лифт-подъемник для инвалидов, предусмотрены подъемники в бассейне. Они могут пользоваться бассейном, они могут пользоваться полностью всеми кабинетами и инфраструктурой школы в полном объеме. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Безбарьер на Сяродзе у кожный двор. У Гомеля по улице Советской 97 усталевали пандус для людей с инвалидностью. Тут проживают четыре колясочники. Выйти с дому альбо утрапить у квартиру потребовало великих намаганий. Люди навыд демонструють фото, як им приходилось перемешаться ранней. Новый пандус, каля подъезду, значно спрости уже те же хорам дома. Как мы мучились по этим всем ступенькам пуститься, подняться. Ну а сейчас уже, конечно, милое дело, милое дело. Мы в любое время захотел выехать, поднялся мне. Очень хорошо. Спасибо большое, конечно. Инициативу ожитявила администрация Чигуношного района. Материальную допомогу оказали предприемства района. В рамках нашей программы выделяются, конечно, средства, но в основном это все сделано и этот, и предыдущий проект за счет Спотсовский спресс, которым мы, конечно, очень благодарны нашим предприятиям района. Они отказывают, они всегда активно участвуют в этом. Универсальное поле для командных гульня у дитяших городок, пляцовка для воркаута и тренажерная зона. У советском районе Гомеля створают новую мультиспортивную пляцовку. Ворота с баскетбольными щитами, волейбольные стойки. И будет зона отдыха для мамочек, для папочек, для дедушек, бабушек, скамеечки, беседочки. Все конструкции уже закуплены, изготавливаются. После поставки, после окончания земных работ и поставки этих конструкций, начинаем монтаж. Зараз идут земельные работы. Наступный этап – кладка гумовой плитки. Специальное покрытие с биражей аматоров спорта от травмирования. Дарыши петших наведывальников пляцовка прийме уже у конца этого года. Невеликие намагания и трехи фантазий додали функциональности еще одной городской зоне. Старый фонтан у Гомельским парку фестивальный переобсталявали под дитячую пляцовку. Чашу перетворили в великую песочницу с гульнявым комплексом. Реанимовать старый фонтан было, на жаль, немогчимо. Рашный песок привезли мясовые будпродприемства. А гульнявое обсталявание горки и орели набыли мясовые жихары за сродки от субботника. До проекта так само подключились и приватные предпринимальники. Привезли пиломатериалы для новых лавок. Деткам нравится, вот видите, дочка качается, лазает, горки и так далее. Нравится то, что появился второй комплекс для детей помладше, потому что у нас их два, второй там возле кафешки. Замечательная штука. Очень хорошее место. Давно уже надо было что-то придумать с этим фонтаном, потому что действительно, если его нельзя было отреконструировать, то вполне прекрасное решение. В целом правильно для развития, для молодых семей что-то делается в нашей стране. Для зручности и безопасности детей zrobлены дровляные мостки. А еще плясовку обсталюют декоративной иллюминацией, якая будет нагадывать зорное небо. Доброе сердце БРСМ. Громадский рух, який допомагал пожилым людям подчас первой хвали коронавирусу, одновляет свою работу во всех регионах краины. В первую очередь это деятельность гаражных телефонных линий. По их принимаются заявки от одиноких пожилых грамотян, яким потребная допомога. Например, волонтеры, разом с упрацовниками территориальных центров обслугования насильництва, будут принимать заявки на доставку товара у первой необходности – продуктов леков. Молодежные гаражи линий працуют что день, с понеделка по субботу с 9 до 18 годин. Номер телефона в Гомеле – 56 33 15. А заработать работу доброохвотных народных дружин треба неформальной. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Дружинникам не треба оборонять краину, это зробят правооховники. Нехай оберегают спокойно побольше со своими домами и установами. Важно, чтобы каждый человек отшел, что он обороняет свою семью и свою землю. Азнашу президент. Необходно налазить такую работу и в регионах. На первой дне мы испытали об створении доброохвотных объединений о Кировничестве областного управления спорту и туризму. В составе спортивных дружин зараз каля 50 человек. Их колькость растет. Поколь гайта тренеры и выкладчики, худко до их долучатся и спортсмены. И они будут патрулявать место массового знаходжения людей в улице, территорию побольше со своими научальными установами, интернаты. Работа в добровольной народной дружине предполагает своего рода обеспечение безопасности, правопорядка, разъяснение норм права в том числе гражданам совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Тягник межрегиональных линий Гомель-Витебск будет курсировать на регулярной основе. Нагадаем, с 27 вересня БЧ призначила состав, в який по неделях и по понеделках звязал три областные центры – Гомель, Могилев и Витебск. С початку курсирования нового тягника им скоросталися каля 1800 пассажиров. Из уликам за потребованности маршрут будет денежить и далее. Тягник отправляется с Гомеля по неделях у 17.16 и пребывая у Витебск у 23.26. У отворотным на керунку отыходить после полночи и ранницей проезжаю Гомель. У шляху продуглежены припинки на станциях Будака-Шалевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша. Подробностей об раскладе и кошце проезду можно доведаться на сайте БЧ про азмобильный додаток, а так само по номеру 105. У музея-автографа библиотеки имя Ерцина открылась фотовыстава «Маляванки». На вздымках можно убачить творческие работы белорусской Алены Киш – уникальные диваны с фантастичными сюжетами. Сеня Еймяз является символом белорусской культуры 20-го стагодия, однако пролезг этой женщины ведома не шмат. И она народилась у вёсты Романова с Луцкого повета, прикладно, в 1889 году. Мастацкая эдукация ни день не отримливала. Усё своё житё зарабляла с допомогой творчести. Ходила по вёстках и на заказ малявала приложковые диваны с зеливами, жирафами и райскими птушками. Оплату брала ежей. Житё ей трагично скончилось у 60 годов. Алена Киш стала выбитным простонником белорусских мастаков-примитивистов. Инициатором данной выставки выступил белорусский скульптор, живописец, общественный деятель Виталий Чернобрисов. Именно по его инициативе в 2013 году фотограф сделал репродукции картин, ковров, полотен Алены Киш. И основная часть этих картин находится сейчас в Заславском музее историко-культурном. Что можно сказать? На выставке представлено 17 фоторабот. Основные фотоработы – это рай, дева на водах и письмо к любимому. Здымки работ Алены Киш зроблены Юрием Головко. Диваны Алены Киш створены в жанре наивного живопису и адлюстроивают идеальный свет, пригожость, каханье и гармонию помимо человеком и природой. Это и другие новинные информации о проектах Толя Радо компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова